Украина уже выиграла от вооруженного мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и может выиграть еще больше. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В частности, там обращают внимание, что отход вагнеровцев из Бахмута ослабила российские позиции на этом участке фронта, тогда как украинские силы достигли около города крепости важных тактических успехов. В Институте изучения войны указывают, что последствия вооруженного восстания Вагнера для наемников и самого Пригожина пока непонятны. Однако, скорее всего, Путин не позволит им воевать в Украине во время нынешнего контрнаступления ВСУ. А в дальнейшем это может навсегда снизить общую способность страны-агрессора вести боевые действия против Украины. В Белоруссии показали палаточный городок. Как предполагается, там будут размещаться для тренировок своих и учений представители ЧВК Вагнер. Впрочем, после неудачного похода на Москву сюда они до сих пор не приехали. Доподлинно известно и где находится глава Вагнера с Евгением Пригожин. По слухам, он до сих пор на территории Российской Федерации. О том, как в России сейчас дезавуируют пригожинцев и что теперь будет с ЧВК Вагнер, далее в нашем сюжете. Ряды палаток, внутри каждой обычные металлические кровати. Это палаточный городок вблизи города Осиповичи, Могилевская область Беларуси. Именно это место предлагают для дислокации вагнеровцев. Это летний лагерь палаточный, там даже печек нету, который во взаимодействии с той инфраструктурой, которую вы видите, вот здесь стационарная инфраструктура бывшего военного городка, развертывался в рамках тренировки, развертывания системы территориальной обороны. Здесь могут уместиться до 5000 военных. Есть где поставить и технику, но в белорусском Минобороны заявили, ни представители ЧВК Вагнер, ни их главарь Евгений Пригожин еще не приезжали осмотреть свое возможное месторасположение. Если Пригожин и его командиры примут предложение в соответствии с тем решением, которое было тогда принято 24-25 числа для урегулирования этой ситуации, если они примут решение приехать в Беларусь и здесь заниматься, обучаться, то им будет предложено, захотят, останутся, не захотят, в другом месте расположиться. По словам местных жителей, ремонтно-строительные работы на территории бывшей воинской части в селе Цель начались в июне. Впрочем, как только людей спрашивают об отношении к возможному проживанию рядом с вагнеровцами, они сразу умолкают. Во время похода вагнеровцев на Москву в конце июня, по официальной версии, именно белорусскому самопровозглашенному президенту Лукашенко удалось уговорить Пригожина прекратить бунт, а еще вместе с желающими вагнеровцами отправиться в Беларусь. Но с тех пор даже Лукашенко не знает, где искать главного путинского повара. В то же время американские аналитики из Института изучения войны убеждены, что Александр Лукашенко в настоящее время дистанцируется от ситуации и возлагает ответственность за выполнение соглашения на Кремль. Что касается Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет. Бойцы, очень серьезные бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях, в постоянных лагерях, в тех лагерях, где они находились после вывода с фронта. Сейчас в России активно разрушают вокруг вагнеровцев «Орел героев». С баннеров снимают рекламу, а пропаганда, которая еще недавно пела оды вагнеровцам о так называемых «подвигах» на войне в Украине, теперь ставит эти заслуги под сомнение. Взялись из-за самого Пригожина. На телевидении показали несколько сюжетов, где рассказали неожиданно правду. О том, что он сидел в тюрьме, имеет безумное состояние и вообще человек без принципов. Вот так рассказывают о его особняке под Санкт-Петербургом. На территории около полутора гектаров место нашлось не только огромному дому и крытому паркингу. Здесь же баскетбольные и вертолетные площадки. Интерьеры сияют мрамором и соответствуют размаху. Кроме фирменной кувалды здесь нашли большой арсенал различного оружия и боеприпасов, пачки денег в рублях и валюте, килограммы золота и коллекцию паспортов. Правда, дело против самого Пригожина о вооруженном мятеже закрыли. А конфискованные во время обыска в Санкт-Петербурге деньги – 10 миллиардов рублей – вернули. Как и почетный пистолет «Глок» и другое оружие. Как утверждает издание «Вашингтон-Пост», Евгений Пригожин все это забрал лично. И вроде до сих пор не уехал из России. В Кремле же заявили, за перемещениями главаря вагнеровцев не следят.